Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. В Бавуково зложили цветы к памятному камню жертвам политических репрессий. Трагедия довелось пережить нескольким поколениям наших соотечественников. Город станет еще краше в Карачаевске на завершающем этапе замена придорожного ограждения при въезде в город. Православные христиане в эти дни традиционно приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» Наступил светлый праздник – Пасха. В Исламском институте прошел конкурс среди студентов на знание наизусть священного Корана. Мероприятие приурочено к 30-летию вуза. Сегодня в ауле Бавука Хабетского района к памятному камню жертвам политических репрессий возложили цветы в память о земляках-спецпереселенцах. Обряд дуа по погибшим совершил имам аула Псаучи-Дахи Кадагаш Джелешхов. Трагедия коснулась судеб многих граждан. Трудно передать словами глубину трагедии, которую довелось пережить нескольким поколениям наших соотечественников. Сегодня память о жертвах политических репрессий жива, и мы обязаны передать ее нынешнему и будущим поколениям во имя того, чтобы подобное никогда больше не повторялось, говорили на мероприятии. По всей стране проходят благотворительные акции в поддержку СВО. В станице Староживая-2 прошла благотворительная ярмарка. В ней приняли участие местные жители, жены и дети военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. На ярмарке была представлена различная продукция, а также товары, сделанные руками местных мастериц. Как отметили организаторы мероприятия «Встанем за наших», все вырученные средства будут отправлены в зону СВО. Также в этот день проходила онлайн-ярмарка. Всего было собрано 32 тысячи рублей. Весна. Время наводить порядок. Красота жившей природы после долгой зимней спячки заставляет, преображает не только людей, но и города и селения нашего туристического края. Вместе с потеплением, работы по благоустройству территорий прибавляются. В Карачаевске на завершающем этапе замена придорожного ограждения при въезде в город Ахмат Халкечев продолжит. Общая протяженность заменяемого ограждения в пределах полкилометра, но небольшие объемы производимых работ ни в коей мере не определяют их значимость. Ухоженный вид главного въезда в туристическую джемчужину нашей республики весьма велик, отмечает руководитель профильного управления мэрии Марат Уртенов. Ведь парадная нашего городского округа является лицом всего региона. Картина, которую наблюдает проезжающий турист, обязательно будет в числе первых его впечатлений, резюмирует он. Решение облагородить ворота к всемирно известным курортам Тиберды и Домбая лично принял мэр Карачаевска Марат Урусов. Позитивные перемены по душе и горожанам. Давно уже была пора, говорят они. Я с 1974 года живу в Карачаевске. Даже не помню когда. Старый забор ставили, это было давно, но он уже осыпался, посыпался. Этот забор вообще намного улучшает вид города, въезд в город. Особая благодарность мэру нашему за это. Нормальный забор, мне очень понравился. Спасибо большое всем, кто принимал участие в этом деле. Как поведал Мурат Вуртенов, завершение работ планируется до конца текущего месяца. Ахмат Халкевичев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия, местами небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью плюс 1-6, а днем 17-22 градусов тепла. В горах местами до плюс 15. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 3-5, а днем 17-19 градусов тепла. В России растет заболеваемость корью. Вспышка этого опасного вирусного заболевания зафиксирована в нескольких регионах. Больше всего случаев кори выявлено в Новосибирской и Самарской областях и Дагестане. Как рассказали в Роспотребнадзоре Карачаева-Черкесии, в нашей республике ситуация спокойная. Заболевших корью среди жителей и гостей нет. Однако в силу своего расположения и интенсивной миграции населения, Карачаева-Черкесия относится к субъектам высокого риска. Как по завозу кори, так и ее распространению. Учитывая наличие групп риска среди детей и взрослых, не имеющих иммунитета кори. Единственным эффективным средством защиты является иммунизация. Символ жизни и мира. Православные верующие республики поздравляют друг друга с прасхой. Накануне во всех храмах республики прошло праздничное богослужение. Священнослужители осветили яйца, куличи, пироги. Аллакачиева подробнее. Пасха – это праздник победы над смертью и вечной жизни. Заканчивается строгий пост, который православные соблюдали 40 дней. Это праздник радости. Это праздник надежды. Это праздник знания. Не просто мы, знаете, предполагаем, что что-то вот такое. Мы точно знаем, что Господь открыл нам дорогу в вечную жизнь. Теперь все зависит от человека, от его намерений, от его совести, от его дел, от его поступков, от его веры и от всего-всего, что наполняет вообще нашу жизнь, так скажем, уже религиозную жизнь. И, конечно же, в этой религиозной жизни невозможно было, чтобы праздник Пасхи не наполнился своим таким, скажем, земным содержанием. И вот из области земного содержания это такое, знаете, приветствие или пароль. Да, все говорят друг другу «Христос воскресе», а ответный пароль «воистину воскресе». Главному православному празднику верующие начинают готовиться за несколько дней, в дни строгого поста. Главное – успеть оригинально покрасить яйца и заняться выпечкой куличей. Готовимся к нему, пост держим перед этим, потом вот яички красим, пасочки эти, чтобы благополучие было в семье, детям, правнукам, здоровье, чтобы войны не было. Самое главное. В субботу двор Покровского храма в Черкесске заполняется людьми. Верующие с пасхальными корзинами отправляются в церковь и ее освящают. Батюшка окропляет святой водой прихожан и принесенные ими символы праздника. Определенные пищевые продукты, которые используются при разгавлении. Это, как всегда, крашеные яйца. Почему они такие? Есть целая история, она довольно обширная. Но идея такова, что как цыпленок сидит в скорлупе, и непонятно еще, что он жив, а он уже там жив, то так и Христос был в гробе. Еще непонятно было, воскреснет он или нет, но он там был живым. И поэтому вот это яйцо символизирует для нас вот это, ну, образно, образно воскресение Христово. Во всех храмах Карачева-Черкесии прошло праздничное богослужение. На воскресение Христово у верующих принято посещать службу. В храм отправляются всей семьей в праздничной одежде. Это святое святых. Ждем эту Пасху, радуемся, что мы еще проживем, и все будет в мире, в согласии, хорошее будет все. Пасха – это любовь, мир, благополучие. И самое главное – мир в душе и мир везде. Пасха – это святой, красивый праздник, праздник радости, праздник жизни над смертью. Любви. Да, чтобы праздник добра, чтобы все люди жили в добре, в мире, в согласии. И самое главное – здравие. А те испытания, которые Господь нам посылает, Он тоже очень много терпел. Мы должны терпеливо все принимать и побеждать, что ли. Всенушное обдение в церквях начинается около 23 часов в субботу. Во время службы священнослужители совершают крестный ход. В храмах торжественно звонят колокола, звучит тропарь. Я хотел бы, конечно же, всем пожелать радости, которую Господь принес нам. Чтобы эта радость пришла в наше сердце, пришла в нашу жизнь, пришла в наши дома. И эта радость наполнила бы все и настал бы мир. Чтобы мы ни с кем не ссорились, чтобы мы никого не хаяли, чтобы мы никого не осуждали, чтобы мы старались друг другу помогать. Вот пусть Господь нам в этом поможет. На Пасху принято подавать милостыню нуждающимся. Также верующие просят Бога о здравии, мире и благополучии. Алла Качива, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу Ханифа в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию образования вуза, прошел конкурс среди студентов на знания наизусть священного Корана. О конкурсе и победителях репортаж Аллы Динаевой. День проведения соревнований на знание священного Корана наизусть руководство Карачаево-Черкесского исламского института выбрало в последние дни священного месяца рамазан, и это не случайно. Эти ночи, они совпали именно в то время, что Аллах спонтал в Коране и говорит «Инна анзальна гумфи лейля тим мубарака». Они спасали этот Коран, ночь благодатную ночь, говорит. Благодатная ночь – это лейля талкадр. И пророк Алисадов сказал, ищите, ожидайте лейля талкадр последние 10 ночей из месяца рамадан. И прошу Аллаха, чтобы каждый из нас столкнулся этой ночью, столкнулся именно не в состоянии сна, а в состоянии поклонения, просьбы, умиротворения. Участвовали все студенты со всех курсов Исламского института. Слово для объяснения правил и номинации ректор вуза Мухаммад Хаджи Батчаев передал шейху Таха Мухаммад Хасан Ахмаду, и он на арабском языке объяснил, что и как будут оценивать в конкурсе. Молодые люди и девушки уже довольно хорошо владеют арабским языком, и это очевидно. Первый участник соревнований – Исмаил Хапаев из села Чапаевская. Преподаватели из Аль-Асхарского университета проверяли знания, читая на свое усмотрение одну из срок суры Корана, а конкурсант наизусть дальше продолжал. Состязание проходило по четырем номинациям – знания наизусть 20 джузов, 5, 3 и 2. Джуз – это отрывок из 30 частей Корана. Важно было, чтобы студент не просто знал наизусть текст, а читал, соблюдая все правила таджуида. Исмаил Дутаев участвовал в номинации «Чтение трех джузов». Это 60 страниц священного писания мусульман. Особенного способа подготовки нет. Нужно просто взять, перебороть свою лень и читать, читать, и проявлять усердие. И сегодня мы увидели, кто проявлял усердие, а кто халтурил. Главная задача Исламского института – выпустить студентов, которые будут обладать хорошими знаниями и добрым нравом, говорит Мухаммад Хаджибатчаев. Пророк Алисаду Салам, если не любил бы людей, не призывал бы их к религии. Поэтому это качество Пророк Алисаду Салам – иметь сострадание, любовь к всему созданному, всем людям. Поэтому, ваше Аллах, надеемся, пытаемся, делаем все, что в наших руках, чтобы именно такие студенты отсюда выходили, высокообразованные, воспитанные, аккуратные и несущие добро и любовь всему человечеству. В итоге победителями стали Исмаил Зайнутдинов, Исачон Каландаров, Ислам Доттаев, Арслан Матакаев. Все они были отмечены денежными призами и почетными грамотами, а участники – благодарственными письмами и поощрительными призами. Аладинаева, Расул Бердиев, Вести, Карачево-Черкесия. Попугай стал жертвой ради нажива. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Карачево-Черкесии вернули похищенного попугая. С заявлением обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что из его комнаты, расположенной в квартире по улице Парковой, пропал попугай Ара. Сумму ущерба он оценил в 193 тысячи рублей. При проведении оперативных мероприятий сотрудники МВД установили, что к пропаже экзотической птицы причастен арендодатель потерпевшего. Он сдавал заявителю одно из помещений в своем жилище. Квартирант похитил питомца и продал его соседу за 80 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, перепродал пернатого жителю Екатеринбурга, возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Роза вернулась к своему хозяину и по-прежнему танцует под любимой мелодией. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Любовь преодолеет все». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова